МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шейка бедра сломана. На коляске я ее в том году не мог вывезти на улицу ни разу, потому что они открывают эти ворота, с них летит вся эта гадость. Вон на тротуар посмотрите, все течет по тротуару. Через дорогу детский сад, за углом школа. Люди не могут по этой стороне ходить по тротуару. О том, как должен быть организован подобный бизнес, пенсионеры знают лучше самого владельца. В течение двух лет им приходится самим разбираться в тонкостях законодательства. Обращались и в администрацию пролетарского района, и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор. Ответные письма оттуда приходят регулярно. Кадастровы, они пишут, что земля используется не по назначению. После обращения к уполномоченному по правам человека пришло еще одно письмо. В нем объяснялось, санитарная зона автомойки должна составлять минимум 50 метров. Не удовлетворила работа этого сервиса и специалистов водоканала. В то, что отходы идут в общую бытовую канализацию, они сначала не поверили. Но, увидев собственными глазами, просто развели руками. Открыли люк. Они говорят, да, идет сюда. Я говорю, а что, ему административный штраф в тысячу рублей все выписали. Да как, какая здесь тысяча, тут такой штраф, что он не захочет работать. Все доводы для бизнесмена неубедительны, а штрафы – возможность откупиться. На просьбы хотя бы вести себя потише, хозяин отвечает угрозами и нецензурной бранью, жалуются жильцы. На хамили жене. Вызвали ПМГ. ПМГ приехало. Он подошел, обнял ПМГ, ищет. Говорит, мой телефон, номер у тебя. Я поехал. Мне некогда. Развернулся и уехал. Обещали прислать участкового. Два раза писали заявление в полицию. Участковый ни разу не явился. Позицию владельца выяснить так и не удалось. Увидев телевидение, сотрудники автомойки поспешили закрыть ворота и от комментариев по этому поводу отказались. По телефону бизнесмен сообщил, приедет в течение получаса. Да и как вырваться раньше, ведь у него еще 11 таких же автомоек. Однако ни через час, ни через полтора не явился. Зато своими проблемами поделился один из его сотрудников. Он больше остальных боится закрытия автомойки – единственного источника доходов. Ну да, ну как бы не дают ипотеку, так как у меня временная прописка на три года. А жилья, ну как бы на приобретение жилья. И матерический капитал нельзя использовать до трех лет. Сам отец семейства от интервью отказался. На повторную просьбу радушный хозяин дома натравил на съемочную группу своего пса. Кому еще писать и где найти управу на предпринимателя, семья Василенко не знает. И ждет ответного письма. Уже от президента. Редактор субтитров А.Семкин